Американская валюта теряет позиции. Экономисты связывают это с тем, что эйфория, вызванная победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, прошла. По данным издания Bloomberg, доллар подешевел по отношению ко всем 10 ведущим мировым валютам. По мнению финансовых аналитиков, рынок отреагировал на провал Трампа, не сумевшего протолкнуть отмену программы здравоохранения Обамакер. Теперь инвесторы усомнились в том, что законопроекты, налоговые реформы и регулирование финансового сектора будут приняты. А как падение курса доллара может отразиться на нас с вами? В студии со мной специалист по интересам потребителей и международному маркетингу доктор Вилли Абрам. Доктор Абрам, здравствуйте. Добрый вечер. Ну давайте издалека зайдем. Не получается у Трампа отменить Обамакер. Вообще Обамакер нужно было отменять. Что плохого в этой программе? Я хотел бы просто показать контекст событий. На прошлой неделе Банк Израиля приобрел сотни миллионов долларов. Для того, чтобы укрепить курс валюты, но эта сделка была отменена. Отмена Обамакер. Первый серьезный экзамен, который пришлось держать Трампа на президентском посту. И возникают большие вопросы относительно его способности провести в жизнь те реформы, которые он обещал избирателям. Он хочет снизить налоги на крупные компании. Почему сейчас такой сильный протест против отмены Обамакер? Под счетом 20 миллионов американцев потеряют свою медицинскую страховку. Вы тоже встанетесь к мысли, что из-за того, что эйфория, связанная с победой Дональда Трампа, прошла, именно поэтому сейчас доллары теряют позиции? Да, безусловно так. Я объясню. Хотел бы сказать несколько слов об Обамакер. В отличие от наших медицинских страховок, у американских потребителей была большая проблема с тем, просто понять то, за что они платят, и что покрывает их страховка. Обамакер, в отличие от этого, за счет налогов давала базовые покрытия медицинских услуг. От 3 до 5 миллионов американцев потеряли свои медицинские страховки, которые им предоставлял работодатель. Из-за того, что работодатели колебались либо продолжать оплачивать страховку или платить налог, они предпочли платить налог и отказывать своим работникам в страховке. И поскольку страховые компании отказывались оплачивать Обамакер, то в итоге расходы по медицинским услугам нес налогоплательщик. Интересно. Доллар теряет позиции. Как это может отразиться на мировом рынке? Ответ надо разделить на две чаще. Во-первых, преимущество потребителей в тех странах, где валюта сильнее доллара. Соединенные Штаты экспортируют свою продукцию в большое количество. Стран для нас это крупнейший экспортер. И такая же ситуация в Бельгии. Для американцев же падение курса национальной валюты проблематично. Это значит, что цены внутри страны будут расти. Раньше они снижались. Для компаний, которые экспортируют продукцию за границу, это выгодно, поскольку себестоимость продукта снижается. Можно получить... Продавая по стабильным ценам, можно значительно снизить расходы на приобретение или производство продукта. Для импортеров, наоборот, это плохо, потому что любой импортный товар дорожает. Это объективный показатель, хорошо знакомый израильтянам. Для инвесторов падение доллара может оказаться выгодным. Можно вкладывать деньги в американскую транснациональную корпорацию, которая, например, продает товар в Соединенных Штатах. Продажи таких компаний вырастут. Это касается таких гигантов, как Макдоналд, Старбакс и так далее. Соответственно, вырастет и индекс их ценных бумаг. Еще касательно инвесторов. Когда падает курс доллара, американские компании становятся привлекательной покупкой. И инвестору выгодно вкладывать в них средства. Что касается внутренней экономической ситуации. Трамп хочет вернуть американские компании в Америку, увеличить объем производства. Мы уже говорили с вами о том, что это может оказаться весьма и весьма проблематичным, поскольку оплата труда в Америке гораздо выше. Но дешевый доллар облегчит выполнение этой задачи, поставленной Трампом. Многие предприниматели скажут, сегодня мне выгоднее производить в Штатах, чем в Мексике, например. Но средняя зарплата в Америке в промышленности 40 долларов в час, а во многих странах Дальнего Востока это 3 доллара в час. Почувствуйте разницу. Относительно Израиля. Мы по-прежнему покупаем немало товаров, например, автомобилей в США. Возможно, сейчас цены начнут снижаться. Из-за падения евро это уже произошло с автомобилями европейского производства. И виновата в этом не изменение системы налогообложения, а исключительно падение курса валюты. Это касается, разумеется, не только автомобилей, но и массы других товаров. Да, интересно. Но тут другой момент. Ведь не первое падение доллара, с другой стороны, израильтяне практически не чувствуют этого на себе. Во всяком случае, до сих пор не особо чувствовалось. Насколько доллар может упасть, по вашим оценкам, и насколько действительно израильтяне почувствуют на себе вот это вот падение доллара? Очень трудно предсказать, до какой отметки будет падать доллар. Банк Израиля все время покупает, покупает и покупает, и поддерживает таким образом. То есть это уже есть курсный уровень? Это уже не должно быть так? Я думаю, что если бы Банк Израиля не покупал доллары в таком количестве, то доллар был бы у нас гораздо слабее. Вопрос, хорошо ли это будет для нас. Но это зависит больше от импортеров, чем от Банка Израиля. Но сейчас, покупая за границей, покупая в виртуальных магазинах, покупая на ebay, мы заплатим меньше шекелей. Я не могу сказать, до какой отметки упадет доллар. Я думаю, что он останется в пределах 3, 4, 3, 6 до 3 шекелей и 60 огородов. То есть может ли это на самом деле быть выгодно Соединенным Штатам, чтобы уровень доллара или курс доллара был настолько низким? Я не думаю, что это намеренно. Очень многие выступали против отмены Обамакер. Но последствия для экономики могут быть и положительными, придут инвесторы и так далее. Но американский простой гражданин вряд ли что-то выиграет. И когда и если Трамп выполнит свое намерение обложить налогом мексиканские и китайские товары, опять же потребитель будет платить за них больше. И еще больше из-за того, что доллар подешевел. 70% всего экспорта Китая – это электроника. И эту электронику покупают и в Америке. И сказать, что это намеренно, я не возьмусь. Если доллар теряет позиции, ну то есть доллар становится дешевле, означает ли это автоматическое укрепление другой валюты, ну то есть валюты в других странах? Да. Но тут есть определенные обстоятельства. Почему ослабел доллар? Потому что ушли инвесторы. Не знаю, сможет ли Трамп выполнить все свои обещания, но этого не знают и инвесторы. Куда ушли деньги? Япония, Азия, Восточная Европа. И проблема предложения и спроса, она остается в любое время все той же проблемой. Чем меньше цена, тем больше спроса. Кстати, а вот в целом для мирового рынка нужна какая-то одна крепкая валюта? Или наоборот, как можно больше с разными силами? Ну то есть и дешевая валюта, и дорогая, и сильная, и слабая? Сегодняшняя экономика знает несколько сверхдержав. Это и Соединенные Штаты, и Китай. И китайская валюта, юан, риньминьби, это одна из ведущих валют мира. Но есть и игроки поменьше. Это евро. Но экономике нужны крупные игроки. Это те, с кем вам чаще всего приходится иметь дело. И именно на них равняются все курсы валют. Я недолго живу на этом свете, но я не помню, чтобы доллар, евро и фунт стерлинга находились приблизительно в одном месте. То есть на одном уровне. Если я вспомню, что было в 2006 году, когда фунт стерлингов стоил около 8 шекелей, евро 5, а доллар 3 шекеля с копейками, конечно, сегодня все по-другому, но это хорошо для нас. Покупая в Великобритании, мы тратим сегодня в два раза меньше денег, чем тогда, 11 лет назад. И есть многие у нас в Израиле, в том числе и я, которые покупают в Великобритании, нам это стало выгоднее, дешевле. И я снимал и компаний, которые базируются в странах, где курс валюты упал. Но это может произойти не в таких масштабах, конечно, и с Соединенными Штатами. И все зависит от того, на каком рынке я работаю. Чем выше покупательная способность, тем выше можно заломить и цену. Если я что-то продал за доллар, а сегодня я продаю это за доллар 10, это значит, что в долларах цена повысилась на 10%. Но если при этом упадет спрос, надо либо снижать валюту, либо сокращать объем продажи. Да, интересно. Доктор Вилли Авраам, большое спасибо. Спасибо и вам.